Добрый день, уважаемые посетители сайта goodgame.ru. У нас в гостях один из активных пользователей, экспертов чатовских. Это Майлсторм. Здравствуйте. Привет. Я действительно очень активный. Могу, кстати, рассказать свою первую активность. Короче, как-то раз мы с другом подбили третьего нашего друга, мы даже не сказали ему, зимой в лютый мороз, что мы поедем куда-то в Москву, мы сказали просто едем. Мы знали куда, а он нет. И мы ехали, ехали, ехали. И приехали, нет. И мы приехали на великолепную сходку, где был некто Уткин Игорь Андреевич, Михаил Мерчук. И они водили нас на Красную площадь. Что-то там какое-то, я не помню, к чему это было приурочено. Ну, короче, просто гуляли. В какой-то момент мы вас потеряли. Вот, но... Что-то специально мы сделали. Я не помню, о чем речь вообще. Что это за мероприятие? Какой это год? Это был 2009-10, может быть. Прости, а сколько тебе лет? Так, чтобы понимать, насколько ты высок тогда был. А сколько ты мне дашь? Я, я думаю, 29. 31. Ну, почти. Ну, почти. Значит, 2009 год, 12 лет назад, 31. Понятно. Закончил школу? Ну, да, да. Мы что-то там... Ну, я, в принципе, я как раз смотрю активно, где-то киберспортом увлекаюсь с конца 2007-2008 года. И как раз, этот, я... Первое знакомство было с вводов Брюса, вот этих по Старкрафту, где он негодовал, как Пиджей проигрывает Сторку на 2008-2008 или 2007 году. 2007 году. Вот. Он там офигевал, как, что все у корейцев лучше. Все лучше, все то же самое, только все лучше. Все лучше. И вот с тех пор я посмотрел все тогда вводы в локальной сети, потому что у меня было целых 10 мегабайт интернета, и не в локалке. Не, мегабайт трафика. Да, то есть только в локалке. Я посмотрел все, и потом открыл для себя замечательный портал Good Game, но ни хрена ничего не работало, кроме... Ну, потому что все лагало, кроме радио и ВАГ-ТВ, вот это вот. Пауза на 12.00, и на счет 3, 2, 1. Поехали, да. Да, в общем, один из... Слышу, СП пробил один. Слышу, СП пробил один. Понятно, понятно, хорошо. А я не помню действительно мероприятие, которое... Может, это Гамикс какой-то был с корейцами? Нет, это была просто какая-то, мне кажется, под гидой Касперского какая-то сходка. Просто пошатаемся. Мы в офис Касперского ходили или нет? Я говорю, мы вас потеряли, но мне кажется, нет. В тот раз, то есть вы где-то этот, от нас... Вот мне кажется, что это было что-то из серии, тогда была какая-то вот «За здоровый образ жизни». Да, я помню это, да. Потому что спустя какое-то время вышел знаменитый вот этот вот рэп от Брюса «Мы за здоровый образ жизни, у меня в руках литр». Да, и теперь я помню, о чем речь. Еще одна авантюра, которая не зашла. Ну ладно, зато мы там пообщались хорошо. Так, ну логичный вопрос. Начиная с Варкрафта и с вроде как нормальных комментариев, как тебя... В какой момент ты свернул не туда? Ну, когда этот... Вместо ProPlay.ru ввел GoodGate.ru, все, и понеслось. Я понял, когда я в Доту перешел, да. Ну, сначала открылась как бы ниша комментирования Варкрафта, потому что все комментаторы Варкрафта решили, что StarCraft 2 – это невероятно перспективная дисциплина. Как же они оказались правы? Ну, на самом деле, Варкрафт в любом случае стал совсем... Ну, никто его не поддерживал, и всем пришлось перейти в StarCraft. Но я думаю, ты помнишь лучше меня эти времена. Я начал комментировать Варкрафт, но Варкрафт был такой, мертвенький. И потом появилось... Ну, мы с ребятами начали играть потихоньку еще в первую Доту. Потом вот вышла вторая, мне там подогнали ключ. И по знакомству с Варкрафта был менеджер одной из команд. Такой тест некто. Он устроился в Virtus.pro работать менеджером по Доте. И им нужен был комментатор. Ну, и типа, вот меня позвали. И вот с тех пор свернул не туда. Но я как бы пытаюсь вернуться обратно, но что-то как-то... Ну, сейчас турниров по Варику вообще масса. Ты открываешь этот календарь, и у тебя вся неделя расписана турнир. И ты думаешь, этот пока еще не плей-офф, можно не стримить. Как бы там... Можно постримить Варкрафт. Его смотрят. На Ютубе особенно. Ну, в принципе, да. Я согласен, что последнее время все больше и больше как-то активности. Ну, знаешь, вот ничего не хватает в Варкрафте. Как-то такое ощущение странное, когда вот появляются новые игроки, и они вроде молодые и свежие, и должны круто играть, а в финале их переезжает Moon. Или Lynn опять. Ну, да, но... То есть отсутствует вот приток каких-то новых действительно крутых игроков, если не брать 120-го, который относительно поздно появился, остальных. Ну, сейчас уже ситуация за последние три месяца поменялась немножечко. Потому что в Китае там один товарищ No Name выиграл всех. Неожиданно. Я не помню никнейм, какой-то китаец. У нас пара новых игроков. Один DICE, второго не помню как звать. Тоже товарищем там 21-22, и они дают уже нормальный бой. Но для того, чтобы дойти до уровня, соответственно, Moon Alina и Happy, им нужно, ну, как минимум, пару лет, на мой взгляд. Ну, знаешь, я вот так скажу, когда я зайду на YouTube и не увижу тумбу с надписью «Happy забирает сотку номер 89» или как-то так, то это будет говорить о том, что все действительно как-то поменялось. Ну, потому что этого, на мой взгляд, реально не хватает. То, что есть турниры, здорово. Все-таки, конечно, еще и немножко время RTS, на мой взгляд, оно уходит. Даже не так. Оно уже давно ушло. Сейчас такое ощущение, что уходит время мободисциплин. И даже не знаю, что приходит на их место. Мобилочки? Ну, думаю, что да. Как бы мы ни относились, я думаю, что у тебя такое же отношение, как и у меня, к мобильному геймингу. Как-то странно немного. Но глупо спорить. Я просто вижу цифры, которые они приносят. И понимаю, что ни одна игра на ПК не способна сравниться. Да, да, так и есть. PUBG Mobile тот же самый. Он же ПК-шную версию в разы обгоняет. Ну, если я правильно помню, то вот то ли у PUBG, то ли у кого-то из батл-роялей мобильных за последний год было, там их несколько. Вот Free Fire, PUBG и что-то еще. Какая самая прибыльная игра, кажется? 46 миллиардов долларов они за прошлый год заработали. Ну, что это вообще за цифра такая? И это они как бы там все примерно на одном уровне. И это при том, что Free Fire в последний квартал обогнал PUBG. То есть, возможно, в этом году они сделают, ну, их там с Криштиану Роналду коллаборации. Ну да, если у тебя оборот там в 40 миллиардов долларов, наверное, можно провести International, там, миллионов на 20. Миллионов на 20 можно на International Live Dota провести, было бы желание. Но они очень рационально подходят, то есть они понимают, что для них киберспорт – это подпитка просто вот основной аудитории. То есть есть аудитория целевая, которая играет. Им очень прикольно еще дополнительно следить за какими-то сильными игроками. Это все создает движуху. Но призовые там не такие гигантские. То есть там несколько миллионов долларов, ну, даже не 10 призовой там, допустим. Либо 10, но нам очень много команд на очень длительное время. И они очень хорошо это дело развивают. Плюс у них все очень здорово интегрировано прям в игру. То есть ты заходишь, тебе сразу предлагается что-нибудь там посмотреть. Все очень хорошо. Да, ну давай поговорим о твоем стриминге. Что ты стримишь? Слушай, ну вообще я стримил до… Ну если не считать доту, если не считать каких-то разборов, я стримил всякие игры, которые меня могут максимально отвлечь и расслабить. Но это, знаешь, это… Это не очень про такое пространное. Что вы можете развлечь и расслабить? Postal 2 или что? Ну, помимо просмотра стримов Diablo Hell от Майкера, меня может развлечь и расслабить. Там такая игра, как… Как Star D. Valley какой-нибудь. Или просто какой-нибудь там любой тайкун. Но что-то такое. Я, к сожалению или к счастью, не могу… Ну, для меня тяжело такой формат, как вот у тебя, где обязательно надо, чтобы находиться под прессом, да, под прессом, чтобы тебя… Сама вселенная была против тебя, чтобы тебя уничтожала, расщепляла, чтобы, неважно, кто это будет, игроки реальные или компьютер, чтобы все было максимально жестко. Что есть… Если есть возможность сильнее, надо обязательно поставить… Рано или поздно… Вы знаете, я себе вижу галочка «Все плохо, но сделать еще хуже». Я не сомневаюсь, что Майкер обязательно ее поставит, чтобы потом его еще раз плющило. Тогда тебе XCOM еще должен был понравиться, нет? И стримы? Конечно, я пересматривал это видео с поездом… С легендарной. Много-много раз. Про нулевой ход? А еще… Ой, я могу рассказать мой любимый вид контента. Короче, заходим в XCOM без смертей, который… Ой, не без смертей, а вот этот Iron Man, который ты стримишь, Long War. Открываем не Good Game, а YouTube, где ты не читаешь, где в чате люди пытаются спорить. И их уже забанили, естественно, на Good Game, потому что они говорят, что нелегитимно, нечестно, что здесь переигрывать было нельзя. И смотреть на этих людей, которые как будто находятся в Лимбе, они словно звери в каком-то… Как вот в океанариуме вот эти котики плавают, и они там сами с собой. Что ж поделать? Что ж поделать? Здорово. Ну, смотри, у нас Good Game такой нишевый. На Твиче вообще дичь творится. Что бы ты порекомендовал Good Game, чтобы быть еще лучше? Ну, это зависит от Good Game, какие у него цели развития вообще. Ну, то есть… Представляешь, ты рулишь. Ты вот прям сидишь и такой «Фибоначчи, хоп, сделал это, Савелий, нарисуй котика». Тебе поступало предложение продать когда-нибудь Good Game за хорошие деньги? Единственное твое решение сейчас, что ли? Это не то, на что я рассчитывал. Да, постоянно, но и чего? Я бы сделал, наверное, так просто, если бы меня спросили, просто потому что, ну, я сомневаюсь, что я смог бы нормально сейчас влиться, скажем так, в управление. Но если я бы был прям на твоем месте… Слушай, ну это сложно. Вот как конкурировать с такими серьезными площадками? Нужны какие-то и технические мощности. Ну, ты, наверное, лучше меня знаешь, какие есть проблемы и подводные камни. Но нужно как-то сочетать очень грамотно средства, вливаемые в разработку и развитие технической части и привлечение с точки зрения маркетинга. Ну, насколько я помню, одна из последних прикольных активностей у ГГ была очень давно, и она подарила миру таких замечательных стримеров, как Ласка и Сигал. Это когда они стримили… Тогда еще выиграл Мэдисон, какой-то вот был вот этот вот супермарафон, и он отказался от своего приза и отдал следующим, и они там были вторыми или третьими. Не помню, как у них канал назывался, но… Собственно, вот что-то такое, чего давно не было, кстати, на ГГ. Да, оно постоянно идет на ОАЗе, причем денег туда вливается огромное количество. Этот марафон, первый самый, там, где был Мэдисон, он выстрелил по двум причинам, на мой взгляд. Первое – это то, что он был первым, и не было до этого ничего подобного. А сейчас его копируют, копируют, копируют. А второе – то, что там, собственно, был Илья, и он движуху затеял. Повторить, я думаю, такое уже не получится. Ну, значит, придумать что-то новое. Бинго! И тут выходишь ты с идеи. Ну да, не, ну на самом деле для меня всегда важно, чтобы были какие-то вот, ну, чат прикольный, какой-то такой вот со своими смайлами. Потому что я помню, со времен СК2 ТВ, например, ГГ очень сильно уступал ему, вот как раз потому, что на СК2 ТВ были классные смайлы, было все круто, а на ГГ еще ничего не было. Но сейчас… Мне, кстати, НСК2 ТВ забанили, если что. А за что там? Я не знаю, просто мой канал… Я туда не заходил сто лет, мой канал забанили, я зарегал новый, его тоже забанили. Мой друг написал Адольфу, но он не сознается. Хотя видно, что это он сделал. Я не знаю, почему. Он, знаешь, что ответил, когда его спросили? А почему он сам не написал? Ну, вот. Ну, я к тому, что это все такое в топ было, к тому, что, ну, в принципе, развитие вот именно техническое… Ну, у меня, например, Гудгейм не лагает, вот когда я смотрю. Это уже плюс. То есть, пока что он держит. Я не знаю, как у вас с точки зрения больших цифр, если вот я завтра включу хоккей, например, и буду стримить его на 20 тысяч человек. Не, не на 20 тысяч, а на 200 тысяч человек. 200 нет. 20 может быть, 200 никак. Ну, вот, видишь, то есть не готовы к таким вот просмотрам тоже. К такому контенту мы не готовы. А мне кажется, готовы. Готовы, и ШК готовы. Вы просто не знаете. Вам надо попробовать обязательно. Ну, по КХЛ у нас все нормально, опережая вопрос твой. Это он до интервью еще грозился КХЛ мне. Все в порядке. Верховный суд отменил решение. Дело отправили на перерассмотрение. Его перерассмотрели. Все сказали, что ребята, просто забаньте эти два канала. А деньги нам вернут. Круто. Есть еще новый вид контента. Я видел, как парень включает UFC и делает вид, что он играет. А есть еще стриминг футбола или хоккея, неважно. Только там не показывается, чтобы не было проблем с правообладанием. Но ты сидишь в очках близко к камере. У тебя матч отражается от очков. Слушай, это прикольно. А когда, кстати, у вас планируется первый стрим из бассейна провести? Ну, мы ищем подходящих кандидатов. Учитывая то, что у нас аудитория 92% мужчин, и нам нужны, соответственно, нет знакомых? Ну, мне кажется, у тебя есть замечательный парень. Он точно согласится? Я же говорю, мужчины у нас на сайте. Можно смотреть? Ну, сокол. Очевидно. Очевидно, что заходишь на опасную зону, да? Знаешь, вот эти вот виды стримов, где есть один такой ведущий, а другой человек, которого все время достается. Но они в основном на ютубе проходят. Мне кажется, кстати, когда у вас проходят PUBG, это очень сильно напоминает. Один под прессингом находится постоянно, и он всегда неправ. Да он давит просто у меня постоянно, я уже задолбался, не хочу с ним играть. Он давит. Ну, еще что-то хотел, какую-то тему, помимо стримов из бассейна, но у меня что-то вылетело из головы. Ладно, видимо, я еще хуже что-то хотел предложить. Лучше, возможно, лучше и не надо. Вот, но на самом деле... А, вот, я что вспомнил. Помнишь, мы как-то комментировали турнир с тобой по Варкрафту недавно? Ну, уже давно, который... Да-да-да. Я просто вспомнил историю, как у нас закончился прогон, который что-то очень сильно затянулся, и Михаил очень торопился. Вот, и он ушел, забыв выключить микрофон, и мы слышали чудесное пение, великолепные распевочки. Мы еще сначала не понимали, что вообще происходит. Вот, я, собственно, к чему это? К тому, что, мне кажется, стоит больше проводить ваших замечательных вот этих стримов, где вы... Я видел из Паркова из какого-то там... Пандемия. Сложно собираться теперь. Даже так? Ну, а как прививка? Не решает вопрос? Ну, короче, мы подумаем, мы подумаем. Уже привыкли по домам сидеть. Спасибо, конечно. Мы будем работать над этим направлением. Уже работаем и постараемся попеть. Просто, мне кажется, и плюсы проблемы Гудгейма, она очевидна всем. В том, что на Гудгейме есть один великолепный стример. Это майкер. И не хватает, ну, не хватает вот... Еще одного майкера. Так, если вдруг кто-то из зрителей считает, что он второй майкер, пишите, мы поговорим. Раскрутим, доучим, воспитаем. Ты, кстати, как? Возможно, да. Возможно, скоро я сам приду и скажу, что готов. Если вам нужны там люди, которые... У вас есть офис? Сейчас нет. Нет. Ну, если офис появится, там надо будет, допустим, кофе принести. Вы пишите. Кто знает, как в доме все будет. Может быть... Ты сейчас эту мобильную лол-игру стримишь? Как она называется? Давай, признавайся. Mobile Legends. Ну, лучше уж кофе носить. Ладно, это шутка. А то меня оттуда уволят. Я вообще останусь. Хорошо. Давай напоследок что-нибудь с товарищем, знакомым. Наверняка у тебя есть на ГГ какие-то ники знакомые, которым ты хочешь передать привет. Но у меня фанка и фомби есть, выходцы, скажем так, и даже не выходцы. Да и вообще, на самом деле, я не знаю, много ли я знаю. Ну, скажем так, я постоянно сижу. Good Game это место, с которого я начинал. Можно сказать, в какой-то степени мой родной дом тоже. И, конечно, я хочу, чтобы он продолжал жить, развиваться. Слава Good Game. Спасибо большое. Спасибо.